итак всем доброго времени суток и приветствую на канале эрзон гейм сегодня мы еще раз зайдем на проект амазин кроли play который расположен на базе платформы 5 м я заходил уже на этот проект со стримом но я всегда говорю что стрим это поверхностное мнение и в общем-то разобраться в проекте за время стрима практически невозможно поэтому я перезашел после закрытия стрима и разобрался во всем в чем хотел и что мне хотелось познать на этом проекте ну и наверное начну с того что мнение свое от данной сборки я крайне поменял поменял не в лучшую сторону но вот об этом то я и хотел бы поговорить как видите я зашел с того же места где и вышел и направился на биржу труда в которой не смог разобраться на стриме были зависания были баги но надо сказать что это зависание и баги это в общем-то норма для подобной сборки а подобную сборку я уже встречал на день например стоит такой проект как new rp который тоже расположен на платформе 5 м и там я тоже бомбил на то же самое что сборка не интуитивная ни хрена в ней не понятно в общем-то все те же проблемы встречаются здесь ну потому что сборка то одна и та же я буду показывать некоторые фрагменты с проектом new rp где мне тоже это все не понравилось но и в целом надо сказать что проект настроен агрессивным против игрока это понимают разработчики данного проекта мазинга и поэтому они сделали все возможное чтобы облегчить существование игрока на данном проекте я например всегда говорю да если вы заходите на какую-то сборку на какой-то проект сервер и если вам надо просто необходимо идти куда-то в группу вконтакте в дискорд на сайт на форум и выяснять то или иное по механикам этого проекта значит сборка не самое лучшее представьте себе простую ситуацию до вышла игра gta 5 на базе которой расположен этот проект и чтобы разобраться в оригинальной игре gta 5 вам надо будет зайти например на сайт rockstar а там зарегистрироваться перейти по ссылкам прочитать информацию узнать что и как тут делается но звучит и выглядит глупо да ну потому что компания rockstar понимает что они делают игру для игроков игрок должен зайти и просто наслаждаться на этой сборке так не получится и это огромный минус данные сборки но и вообще в целом проекта как я сказал проект агрессивно настроен против игрока своей неинтуитивностью непониманием ну и кучей дурацких механик давайте начнем по порядку я выбрал одну из профессий которая есть на бирже труда этого проекта и называется она курьер такая же профессия есть и на new rp и точно так же как и на new rp 1 . вам прокладывается хрена его знает куда почему так а потому что вам надо зайти в дискорд найти где есть информация по этой работе перейти по ссылке прочитать и только тогда вы играть без вот этих вот манипуляций вы не разберетесь что из себя представляет данная профессия да и вообще все профессии на этой сборке без пояснения без перехода на какие-то левые страницы вы не разберетесь настолько неинтуитивно данная сборка она направлена против игрока они на встречу к нему ну и давайте разбираться я взял эту профессию и первая точка которая мне выпала по навигатору . доставки но чтобы доставить туда мне надо сначала найти откуда взять этот товар который мне нужно доставить и вот тут вот вам придется посетить вот эту вот страницу без этого вы тут нихрена не поймете и я считаю это огромным минусом данной сборки и данного проекта читаем читаем выясняем ну и направляемся оказывается вообще в другую сторону иконки тоже не интуитивны и непонятны если вы не прочитаете вы не поймете что вам надо ехать именно сюда вот в этой локации расположены аж три триггера вот они помечены зелеными кто кнопочками да что они себя представляют куда вам надо идти тоже абсолютно непонятно навигация не прокладывается еще на new rp я говорил что нужно первым делом прокладывать точку взаимодействия вот сюда чтобы навигатор первым делом вел сюда но видимо скрипты очень сложные или или не хватает познаний или скрипты сложные и не настраиваемые но что на new rp что здесь вас ведет в конечную точку а про точку которую вы должны посетить первым делом нету нигде ни слова никакого пояснения вообще тишина полная опять же таки если вы не пройдете по всем этим ссылкам по через эти дискорды через группы контакты сайты вы нихрена не разберетесь вот настолько дурацкая эта сборка но прочитав инструкцию мы приходим на эту локацию и здесь начинается то о чем я бомбил еще на new rp сбор сбор того самого заказа сделано все ну ругаться не хочется но все очень и очень некрасиво не интуитивно все сделано смысл в чем вам нужно собрать некий список если на new rp вам еще надо было его покупать все что в этом списке то здесь покупать ничего не надо здесь все тоже за деньги но разработчики сделали все за ноль долларов да вы просто набираете ну а набираете вы вот таким вот образом как сейчас на экране сначала вы смотрите на список потом смотрите на то что есть в магазине никакого порядка нету то что вы выбираете то количество которого выбираете нигде не зачеркивается не подчеркивается галочка не ставится не вычеркивается из списка все только на вашей интуиции и на том что вы видите перепроверять по список приходится очень много ну если вы хоть на одну цифру ошибетесь или пропустите в том или в том списке какой-нибудь товар задание будет не засчитано у меня такое было я сейчас покажу ничего не зачеркивается не вычеркивается все чисто на вашей интуиции на вашем зрении на вашем внимании все это построено сделано очень некрасиво мелко некрасиво и очень плохо на читается ну вот таким вот образом собираем наш заказ и отправляемся вот в ту точку которую уже нам проложили минуя вот это вот в общем-то очень важная да то есть если мы сюда не приедем заказа то не будет и первым делом точка должна была вот это загореться и после того как вы скомпоновали свой заказ должна загореться следующая точка но этого не происходит но едем на точку доставки а точку доставки я вам уже показывал и если вы как и я да и как показал стрим как многие не заходите и не читаете и я кстати вас в этом поддерживаю не хрен заниматься этой чушью то вы уже побывали в этом магазине но так как маршрут сюда прокладывается минуя ту точку где надо компоновать заказ сбрасываем заказ и вот дальше происходит самое идиотство которое вообще ну на этом проекте и на этой сборке присутствует это рандомный таймер когда выскочит следующий заказ неизвестно и разработчики подстраховавшись в пояснении каждому рабочему занятию написали что если через 30 минут 30 минут вдумайтесь в эту цифру 30 минут так вот если через 30 минут заказ так и не пришел перезайдите на сервер или воспользуйтесь меню здесь есть в меню они уже об этом позаботились можно отключить миссию и потом через какое-то время через секунду через две опять ее включить это не гарантирует вам того что заказ сразу же придет нет просто перезагрузится господин рандом и если к примеру рандом выдал вам точку ожидания ну допустим в 15 минут и вы прождав 10 минут до тупо сидя на месте ничего не делая вот как я сейчас вы ждете да вы перезагружаете либо сервер либо вот в меню вот эту вот строчку перезагрузить меню вот то господин рандом выдает вам следующий рандомный таймер а он может быть например 20 минут кто знает кто знает вы опять сидите в ожидании если не хватает терпения начинаете опять перезагружать эту менюшку или сервера лучше конечно менюшку перезагрузить на сервер дольше гораздо дольше и это не гарантирует вам того что действительно сразу же придет новый заказ вы все равно будете сидеть у меня получалось так что приходил заказ и спустя пять минут но было как например на профессии водителя автобуса я час ждал так и не дождался вот такая вот глупость присутствует и на проектах new rp и здесь на амазанге тоже это есть и это просто выбешивает вы вы часами сидите и вот в ожидании чего-то что произойдет когда этот господин рандом выдаст вам новый заказ повторюсь что разработчики знают об этом и они под каждым пояснением к рабочему занятию написали либо перезапускайте постоянно миссии либо перезаходите на сервер то есть может быть случится так что и спустя полчаса вам все равно не придет заказ и это действительно было на работе водителя я не дождался его даже спустя час ну а что касаемо именно вот этой вот профессии курьера и именно вот этой моей позиции да я все-таки дождался следующего заказа собрал его но ошибся где-то в одной цифре надо было довести там по моему три сэндвича я сослепо посмотрел и написал два сэндвича все очень мелко и надо быстро быстро это все перепроверять я ошибся табличка о том что вы ошибаетесь выскакивает всего один раз где еще найти то что вы не довезли я не знаю если не успели прочитать то ну я не знаю действительно где найти ту самую позицию которую вы не довезли я успел прочитать что не хватало одного сэндвича придется вернуться за ним докупить его ну бесплатно докупить и вернуться тут вы понимаете что и по времени затрате и по экономике эта профессия ну вообще бессмысленная вообще бессмысленная огромное количество времени и минимум оплаты единственным плюсом данной работы это то что вы катаетесь по проекту и можете например понаблюдать вот за таким вот р.п. ты живой гоми я даже не подъехал на кир я все обошел да хуй знает он тут стоял я вообще обошел его нахер у тебя че велосипедистя не забила стаи давай е в богу еще внесешься вы начали узнать кто он такой нахер и меня сзади как прилетел слушай ты че ты ты что такой в натуре кобой бипоп нахер в путь или не жарко кх ты не жарко ел ковбой ютко в бой бой ко бой ой я шляпник Забавно иногда посмотреть, как группка молодых пацанов в костюмах носовых платков пытаются отыграть какой-то рп, делая вид, что они такие вот крутые. Это, кстати, отсыл к тому, что меня иногда спрашивают, а что ты снимаешь гражданские работы и не снимаешь организации, банды? Ну, у меня есть материал на 6 часов, где я стою посреди вот такого же коллектива носовых платков, только красных, и выслушиваю примерно вот такой же диалог. Примерно. Кто-то кому-то вдул бы, судя по голосу, ему еще писать больно. Что я вам могу показать? У меня есть материал почти на 6 часов, где вот такой вот разговор, такая вот беседа, такой вот контингент. Потом, после 4 часов стояния, у нас был объявлен сбор. Сбор продлился еще 2 часа, где обсуждалась такая чушь, которую я даже не знаю, как и показать-то. Поэтому я и не показываю вот эти вот преступные группировки, банды какие-то. Ну, а ходить по медицинским группировкам, по коповским нету времени. А здесь показывать абсолютно нечего. А мы с вами возвращаемся к тем самым пресловутым гражданским профессиям, которые я показываю на всех проектах. Взаимодействия, механики, анимации, все, что касаемо того, что было сделано руками человеческими, а не голосами и придурью каких-либо ребят. Возвращаемся к рабочим занятиям. А следующим у меня была работа такси. В такси надо сказать, что более-менее все понятно. В общем-то, разъяснять, как устроено такси, да, ну, нет смысла. Тут, в принципе, все на интуитивности. Но и здесь не обошлось без косяков. Здесь берем работу таксиста. Тут же выходим, идем на точку, где есть нарисована таксишка. Берем ее в аренду или покупаем. Многие покупают ее себе, и она остается у вас. Я же арендовал. Ну, а дальше опять все тот же господин рандом. Часами, вот реально часами я ждал заказа. И вот так и не было. Я перезагружал, перезагружал, перезагружал. Заказа не было. Но заказы появились в какой-то странный момент. Ко мне подошел человек и попросил помочь ему просто покататься, найти машину. Он ее где-то поставил, а где не помнит. И мы с ним кружили по району, где он примерно ее бросил, эту машинку. Так ее, кстати, и не нашли. Вот. Куда делась, никто понять не может. Но пока я ему помогал, можете заметить, выскакивают заказы. Это заказы от игроков. Но что самое странное, как только мы с ним разошлись, и машину мы так и не нашли, ну так разошлись, он пошел ее искать у полицейских, там это уже его проблемы. Заказы опять кончились. Вот опять. Я так никого и не привез за вот этот огромный промежуток. Я перезашел, я перестал перезапускать программку через менюшку, да. Отключал миссию, включал, отключал, включал. Я решил перезайти. После перезахода, да, появился один заказ, я его успел взять. Но почему-то, когда я взял заказ, кстати, вот так вот я его взял, да. Не бота, ничего нету, просто приезжайте на маркер. Кстати, на том же Нью-РП была посадка ботов, они садились, они только не выходили. Они телепортировались. То есть, когда вы приезжаете на точку, бот у вас в машине просто исчезал. Здесь же нету даже бота. Просто подъезжаете на метку, идет отсчет, что типа все, вы его посадили, езжаете на следующую точку. А вот когда я приехал недалеко от Палета Бэя, загорелся маркер, я туда приехал, почему-то мне это не засчиталось. Я подъезжаю на маркер, нажимаю Е, ничего не происходит. В чем дело, не знаю. Но я вначале сказал, да, что баги и проблемы на этом сервере, это вообще в порядке вещей. Что вот это сейчас происходит, я не знаю. Ну вот со мной случилась вот такая вот. Единственный заказ, который я дождался спустя час времени, оказался вот таким вот багнутым. Ну естественно, терпение начинает просто накипать. Ты тратишь огромнейшее количество времени, просто огромнейшее, в никуда, а в результате еще натыкаешься вот на такие вот проблемы. С чем это связано, я не знаю. Ну вот я покатался, покатался по триггеру, мне пишут, что пассажира нету, а триггер не пропадает. И новый маркер не загорается. Что происходит, хрен его знает. В общем, с этой работы я тоже ушел. Еще на стриме я показывал, как у меня работа доставщика топлива зависла, просто зависла. Видимо, что-то подобное произошло и вот на работе такси. Я и пешком заходил, я и заезжал, нифига не происходит. Что делать, я не знаю. Ну, перезагрузка миссии, это значит все, что я потратил время, коту под хвост. Ну, а выбора никакого нету. Пришлось перезагружать миссию, ну и естественно, все время, что я потратил, тоже свалилось. Да и вообще, надо сказать, что столько впустую потраченного времени ни на одном проекте я не тратил. Действительно, вот впустую, просто стоишь, стоишь, ждешь, чего-то ждешь. И очень обидно, когда после всего этого потраченного времени еще происходят вот такие вот косяки. Подобный косяк у меня случился и на следующем рабочем занятии, которое называется «Электрик». И судя по описанию, вы устраиваетесь электриком, далее вам надо поехать в некий магазин, который называется «Мол». Едем в этот магазин и покупаем себе инструменты. Потом с этими инструментами едем по точкам и ремонтируем электрощиты. Звучит все замечательно, но приезжая в магазин «Мол», мы не находим здесь никаких инструментов. Вот я не знаю, как это объяснить и как это вообще должно выглядеть. Я сейчас показываю вам заставочку со странички, как это должно быть, но здесь нет ничего подобного. Вообще нету, даже надписи такой нету, инструменты или электроинструменты. Вообще ничего такого нету. Выглядит это как зеленый чемоданчик, но здесь нет ничего подобного. Магазин «Мол» один, единственный на проекте. Ошибиться невозможно. Вот вам, пожалуйста, описание и вот вам, пожалуйста, практика. Как это работает? Как это должно работать? Или администрация не знает об этом? Или это рабочее занятие еще пока не введено? Тогда зачем оно есть описание? Зачем оно есть в списке? Но оно никаким образом не работает. Другого магазина «Мол» нету. Только здесь. И это вы видели в описании к этому рабочему занятию. Что вот это такое? Это просто украденное у меня время. А ведь как и на всех рабочих занятиях на этом проекте, это можно было бы упростить, сделать гораздо проще. Во-первых, не нужно делать переходы на Дискорд, с Дискорда в определенный канал, с канала там по ссылочке переходите вот на ту страничку, в которой я все время показываю, можно было бы заморочиться и во время устройства на работу, чтобы перед экраном, перед человеком загоралось вот это вот пояснение. Но этого нету. Это не сделано. Если вы не зашли и не почитали, вас никто сюда, на это место не приведет. Маркер загорается. На то место, куда вам надо уже поехать с инструментами. А про инструменты нету нигде ни одного слова. Если вы не перейдете и не почитаете это вот у них на каком-то левом сайте. А ведь можно было бы, можно было бы упростить игроку задачу, введя вот такие вот менюшки дополнительные, которые должны были выскакивать еще на стадии устройства на эту работу. Ну, а если у вас какие-то проблемы с добавлением в магазин вот этот мол и этих инструментов, то можно было бы вообще упразднить этот этап, этот шаг, чтобы сразу же человек ехал и ремонтировал. Но ничего этого не сделано. И таким вот образом мы просто тратим свое время. Просто тупо убиваем время в никуда. И вот знаете, однажды разговаривая с одним из разработчиков, я задал ему такой вопрос. А что действительно вот на сборках, правда это касалось сборок ролеплей армы, я его спросил, что действительно есть такие моменты, когда невозможно ничего сделать. И он мне ответил, ты знаешь, невозможного практически нет. Есть нежелание авторов. Вот это решающий момент. А невозможного нет. Тем более уж добавить менюшки прямо в игру, ну не такая это сложная задача. А возвращаясь обратно к рабочим занятиям, которые я здесь посетил. А посетил я их огромное количество. И я уже в начале ролика сказал, что, например, такое рабочее занятие, как водитель автобуса, мне так и не открылось. Я реально просидел, прождал, ну огромное количество времени. Я перезапускал, перезагружал, и даже перезаходил. Но так и не загорелся маркер. Я даже не знаю, если честно, где находится этот автобусный парк. Действительно не знаю. Маркер мне так и не проложился. Я видел, что автобусы по проекту ездят. Я видел. Значит, это рабочее занятие работает. Просто мне не повезло. Я его так и не увидел. Я действительно очень долго сидел и ждал. Перезаходил, перезагружал менюшку. Ничего мне не открылось. Ну и, на мой взгляд, о единственном положительном ключе этого проекта, о рабочем занятии, которое мне действительно понравилось. И, в общем-то, оно доступно для всех. И если вы все-таки зайдете и почитаете, наверное, тогда вы поймете. Хотя, бог его знает. Как бы вот нет отдельной статьи, что ничем больше не занимайтесь. Занимайтесь вот этим. Такой статьи нет. Но при заходе у вас есть 10 тысяч. Это подъемные, которые лежат у вас на банковском счете. Вы можете их снять и сразу же с первых шагов купить себе вот такого вот мула. Как понять, где он продается? Не знаю. Вот не знаю, как понять. Я случайно вот зашел в менюшку, смотрю, продается мул. Это не магазин. Это склад вообще-то. Склад, где мы еще на работе курьера набирали себе вот какой-то заказ. Вот там я увидел, что продается мул. Как понять это? Опять же таки, я не знаю, как понять, где продаются машины. Есть отдельные точки продажи машины. А есть вы просто вот так вот, как я, на складе заходите и покупаете себе мула. Вот на этом муле можно работать. Можно работать доставщиком того же топлива. Есть еще какая-то работа, связанная с автотранспортом, но вот в ней я не разобрался, потому что на тот момент уже я доходил до предела гнева и я уже не стал дальше лезть и вмешиваться. Но есть вот такая вот работа, которой вы, в принципе, можете с самых первых минут присутствия на этом проекте заниматься. Как же это выглядит? Мы покупаем свой мул, идем на биржу, выбираем профессию доставщик топлива. Дальше, да, дальше опять сидим. Сидим и, можно сказать, часами ждем. Не могу сказать, что я уже действительно час просидел в ожидании, когда мне упадет заказ на доставку топлива, но где-то минут 20, может быть, 30 мне все-таки пришлось посидеть. Я сидел и на крыше машины, и в машине, что я только не делал, но в конце концов все-таки заказ у меня упал. Дальше мы едем на точку, которая загорается, кстати, прямо туда, без каких-то посредничеств, не надо никуда, прямо на ту точку едет. Как бы посредническая точка это точка покупки этого мула. Вот это и есть серединка. Дальше загорается точка на карте, вы едете туда. Первая точка это точка загрузки. Там вы берете это топливо. Кстати, оно появляется в багажнике вашей машины. Дальше загорается следующий маркер автоматический. Там вы будете разгружаться. Но после разгрузки, кстати, стоит таймер. Да, вот вы ждете по полчаса этого заказа, но доехать надо за 10 минут. Тоже очередная чушь, которую, ну, я не могу ее никак объяснить. Ну, никак мне ее не объяснить. Причем 10 минут это не так много на самом деле. Если ехать по РП, соблюдая все правила, а именно к этому здесь стремятся разработчики, чтобы мы соблюдали все правила, то вы можете эти 10 минут простоять в пробке, которую боты сделали. А пробираться через пробку так нельзя. Вас оштрафуют. Это я покажу чуть-чуть позже. Когда я гнал, и меня все-таки остановили. И, естественно, я нифига не успел. Но это уже другая проблема. Зачем вешать таймер на работу, на которую вы часами ждете этого сраного заказа, а потом за 10 минут вам надо его доставить. Доставить по РП проекту, населенному ботами. Чушь несусветная. Но, тем не менее, доставив груз, вы видите, как это сейчас выполнено, вы опять будете стоять. Опять будете стоять. И сколько вы будете стоять зависит от вашего терпения, от того, сколько раз вы перезагрузите менюшку с миссиями, ну, или сколько раз вы перезайдете на сервер. Тут вот... Я в самом начале сказал, что это самая глупая вещь этой сборки. Это вот этот вот рандомный таймер ожидания. Сколько вам выпадет, ну, хрен его знает. Возвращаемся к тому, что вам нужно быстро и быстро это все доставить. Я ехал, ехал, уперся в пробку. Естественно, я не успевал по времени, поэтому начинал уже ездить не по РП, а как попало. Ну, потому что мне надо уложиться в таймер. Естественно, я зацепил какие-то машины, полиция это увидела, но, боже ж мой, здесь даже полиция. Такое впечатление, что у них тоже есть какой-то рандомный таймер. Блин, после того, как я услышал остановитесь, прошло просто какое-то катастрофическое количество времени, блин. Я устал ждать, когда они там решат, что надо дальше делать. Мы стояли, 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 потом еще чуть-чуть стояли. И только после этого они решили отыграть свое уникальное РП. После встречи с полицейскими, после этого затяжного, просто неимоверно затяжного процесса, я ушел с этого проекта. Поэтому и, наверное, мнение мое можете считать не особо объективным. Просто я нервный человек и меня вымотал этот проект. Ну, действительно, вымотал. Вот у меня даже сейчас начинается вот накапливается тот самый гнев, который я испытал за то время, когда я тут снимал. Это, ну, катастрофический проект. Я не знаю. Я не говорю, что он плохой, поэтому вы зайдите и посмотрите на все это своими глазами. Это только лишь мое мнение. Но я считаю, что это самая неудачная сборка из всех, наверное, существующих. На мой взгляд. Именно на мой взгляд. Ну, а вам я бы посоветовал зайти и все это прочувствовать на себе. Не надо достоверно верить моим словам. Зайдите, почувствуйте, поиграйте, и я уверен, что, может быть, кому-то это и понравится. А может быть, даже большому количеству людей это понравится. Заходите, пробуйте, играйте, получайте удовольствие, отыгрывайте РП. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Отлично. Глушите двигатель, ожидайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова